всем привет назрела необходимость поставить вместо этой страшной старой розетки сколько я уже на лет десять нужно простояла поставить вот такую аккуратненькую четырьмя купили и сегодня в магазине электротовары за 195 рублей у меня гараж супруга здесь затеяла ремонт она подумала и постановила что нам нужен ремонт хотя всячески про сопротивлялся но на и сопротивление оказались бесполезны купили эту резидку теперь мне нужно сначала для начала посмотреть ее конструкцию как в детстве автомобиль в машинку покупают мама с папой надо же посмотреть как она устроена такой вот сейчас будем смотреть как устроена розетка прикручена собрана она тут при помощи двух болтов так вот она вот она конструкция ну ничего такого сложного четыре колодочки вот сейчас я подтяну за одно что-то не очень-то она лезет на другую отвертку вот одной отверткой открутил в конце недостаточно чтобы собирать надо другую отвертку он края режет здесь и здесь надо будет эти два от отверстия вот одно второе отверстие принципе без разницы можно вот к этой подключить можно к этой подключить и она потом все по проводам как видите вот по этим проводам запитает все 1 2 3 4 поэтому жена опасалась что я никак во внутренние заведу провода говорит а там нет отверстий есть отверстия вот они отверстия так примеряем розетку по заказам трудящихся по просьбам не знаю сверху идет вот отсюда отсюда или отсюда но скорее всего отсюда не может либо сверху вот развед коробка я так думаю либо снизу тоже не может либо вот отсюда мы будем исходить из того что сверху поэтому прикрутить резетку надо ну предположим вот в этом месте вот в этом месте где-нибудь вот в этом месте нет 1 2 1 2 3 4 будет хорошо держать должно нормально держать то есть между вот этими двумя поэтому для того чтобы прикрутить не надо здесь просверлить четыре отверстия пойдем сулить как я и говорю сначала про сверлим отверстие отверстие сверлим пример чтобы как сказать резетка держалась меньше чем чаще тем лучше ну как говорится для того чтобы на каждом шагу 3 просверлил 1 2 3 теперь 1 2 3 4 но чтобы пожёстче она была много конечно но зато надежно слишком уж она мягкая 7 отверстий представляете много конечно самому даже удивительно хотел сделать 4 сделал 7 но зато будет надежно примеряем для того чтобы провод оказался внутри надо чтобы он оказался вот напротив вот этих двух отверстий посредине 12 это примерно вот здесь вот так вот намечать отверстия неудобно потому что мешает провод поэтому намечаем на весу как говорится намечаем на весу криво куда так правую сторону выше так еще ну еще чуть-чуть так пойдет намечаю ручкой в принципе если карандашом бы наметил ничего страшного так и здесь внизу 3 отверстия и наверху вот так вот намечаем чтобы видно чтобы куда сверлить точно было ну плюс-минус 2 миллиметра туда-сюда в сторонку ничего страшного чтобы просверлить отверстие подбираем сверло на 8 миллиметров так как дюбель пробка кому как нравится на 8 миллиметров вот и чтобы просверлить именно на такую глубину ну ну надо просверлить немного на больше чем длина этой пробки дюбеля длина этой пробки 40 миллиметров а сверлить мы будем миллиметров на 50 для чего для того чтобы когда мы пробку туда забиваем вот эта грязь вот это вот пыль которая там она уходила туда вовнутрь и мы не ломали пробку приступаем к сверлению мимо дна готова попал видимо в шов на край кирпича сверлю и сверло уходит вниз уже вторая пробка поэтому чтобы дальше остальные не попортить наверно придется пониже что ли сделать посмотрю как стало так оставить это явно вниз ушло попробуем ну что дрель наклонили чтобы она вверх было не соскакивала с кирпича пошло не охота в другом месте потому что опять намечать много конечно отверстий не спорю есть готов так теперь надо нам что теперь надо обесточить этот провод а пробки затолкаем примере сверловка не совсем точная желательно их подстучать молотком туда залезут саморезы разопрут их и все будет ништяк за качество установки отвечаешь гарантирую что переживет это здание установку так теперь как я и говорю надо обесточить все резетка обесточена обрезаем провод и тем не менее на всякий случай соблюдаем предосторожность мало ли что вдруг через массу это пробивает это пробивает хотя не должно быть зачищаем провода изоляция изоляция уже старая поэтому я не рискнул дергать лет уже много лет так наверно 20 поэтому поэтому аккуратно снимаем изоляцию проталкиваем ее в колодку так мало потому что там загибать будет так продель почему-то не до конца продевается еще 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 надо она не идет потому что там провод жесткий подправляем вот она вот она нашла зашла а здесь чтобы этого бугорка не было надо будет вот так вот взять и подработать под провод чтобы ему было куда уложиться я колодку одеваю и немножко вниз и вот он должен вот сюда уложиться для этого для этого я еще дальше здесь немножко шишка уже надо убрать так убрали опять одеваем колодочку сверху 4 отверстия снизу 3 не забыть вдруг забуду тык 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 о стало прекрасненько ровненько теперь мне нужно теперь мне нужно попасть совместить все с отверстиями люди как совмещается где саморезы саморезы вот они они были куплены сколько кстати саморезов за одну штуку знаешь я не помню за 20 пробок и за 20 саморезов вон этот шлуповерт я отдала 38 рублей саморез на 38 то есть длина пробки 40 саморез на 38 назвали метр меньше тут еще сама сама колодка имеет толщину до конца не затягиваем чтобы можно было маленько поправлять туда-сюда иначе если затянем можно сломать колодку так а вот вниз я не знаю вниз должно пойти раз вверх идут шляпки не мешают до конца не затягиваем четвертый саморез кстати она вот здесь защелкивается да? или где? а она заурачивается заурачивается защелкивается так 7 саморезов я думаю там уже 4 что 4? где будут держать ну ладно я бы просто сказала мысль вслух да оставьте мадам при себе внизу то конечно надежно значит надежно теперь можно и затянуть затягивать начинаем с середины так как это все мягкое чтобы волна шла наружу наружу так вот немножко мне даже кажется перетянуть да не то что показалось ну это не розетка это военная розетка да это ничего не отпадет если вот все крепление с самой розетки внутри сломается моя мечта сбылась наконец-то я так давно хотела чтобы ты ее поменял да уж человеку у которого нет инструментов как можно поменять розетку? нет ее можно поменять парочку сломать потом купить инструмент и заменить розетку с помощью ножа и топора что ли менять я буду начать менять потом сломать розетку а потом купить нормальные инструменты что ты использовал шуруповерт перфоратор сверлильный станок так это что штангель циркуль отвертку плоскогубцы плоскогубцы а если бы ты еще зачищал у тебя же есть это зачищать вот этот провод так заворачиваем я сегодня стала вдвойне счастливей еще не так то просто завернуть оказывается потому что тут рассчитан под один провод а мне нужно еще втолкать один провод для того чтобы подключить не знаю как оно все будет провода внутри розетки которыми соединяется медные а здесь алюминиевые алюминий с медью нельзя ни в коем случае но если сильно хочется то оказывается можно потому что между медью и алюминием появится обязательно окислы и произойдет отключение розетки вот когда-нибудь если она отключится лариса лариса ты будешь знать из-за чего полезешь сначала сюда и быстренько отремонтируешь так все правильно провода делались еще в савдепе нет двадцать лет назад еще не знали про медные алюминиевые это сейчас модно все 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 знали лучше чем мы сейчас с тобой почему делали дешевле потому что алюминий дешевле меди если у меня нет денег на медные провода а медные провода как мы знаем или не иметь как мы знаем стоит во сколько раз раз в пять дороже алюминия поэтому вот так вроде затянули еще раз проверяем затяжку потому что от правильности от силы затяжки будет зависеть как будет работать у нас розетка будет ли она греться будет ли отключаться сломается ли через год а может быть простоит пять лет так теперь нужно надевать крышку крышка одевается вот так вот раз легким движением руки крышку превращаем в розетку опа щелкнуло так типа встала на место или сломалась не перетягивай на 7 ньютон сегодня не должна перетягивать ну вот тут даже можно поставить что-нибудь ну вот наконец-то я так счастлива сейчас подключим посмотрите сверх героя подключаем свет и пробуем что же у нас произошло с этой резеткой с этой резеткой у нас произошло легким движением превращение 3 ух ты что-то не лезть из одной превращаются в 4 ну все работает выключаем спасибо за внимание устанавливайте резетки четверные тройные одинарные какие желаете можете пригласить нашего мастера да